Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вот сколько существует животноводства, столько же существует желание человека использовать тушу забитого животного максимально полно. Обычно на мясо жидкость забивали в конце осени, когда сама погода позволяла более простым способом сохранять сверхзабитое мясо. Заморозить, холодно становилось и когда подноженный корм уже заканчивался в силу естественных причин. Но, кроме вот такого сверхзамороженного мяса, естественно, на хранение отправлялись и приготовленные продукты, типа там сырокопченый сыровярленая карака, колбасы. Так вот есть целая группа очень интересных, на мой взгляд, рецептов, на которые шли всякие вроде бы некондиционные куски мяса. Ну там ноги, уши, губы, головы, ну такое вот все. Я говорю о зельцах. Рецептур миллион. Какие-то делались только из мяса, в какие-то добавлялась крупа, в какие-то кровь, также как в кровяную колбасу. Какие-то делались только из голов свиных, говяжьих, а какие-то из смеси разного вида мяса. Я буду готовить как раз последние. Вчера все засолил. Для рассола взял соль поваренную, соль нитритную с содержанием нитрита натрия полпроцента, сахар. Взял кипяченую прохладную воду и растворил в ней все. Так, это у меня кусок говядины, срезанный с рульки говяжьей. Видите, здесь большое количество этих вот жилок, сухожилий и прочее. Это все даст коллаген. Это щековины свиной кусок, слой сала, мясо. Это свиная же ножка, распиленная вдоль. Они такие беленькие, потому что здесь в Испании их паром обрабатывают для того, чтобы снять вот ту самую шкуру очистки. Свиная рулька небольшая, аккуратненькая, тоже со шкуркой. И это половинка телячьей ножки, вот так ее распилили, во-первых, вдоль, во-вторых, еще пополам. Копытца есть, подрезанная. Это телячья. Нужно вколоть по 10% от веса сырья рассола в говядину и в рульку. Использую для этого обычный медицинский шприц. Калывать надо постараться, чтобы равномерно распространился рассол по куску. Говядина у меня полкило, поэтому, получается, нужно 50 мл рассола вогнать. Рулька у меня весит 780 грамм. И, несмотря на то, что в ней целая куча костей, я все равно загоняю из расчета 10%. Потому что при варке часть соли из этого мяса будет вымываться. Это во-первых. Во-вторых, в щековину и в ножки я загонять рассол не буду. Они будут просаливаться поверхностно только, гружаться. Теперь все это надо залить рассолом ножки и рульку. Некоторые части, как вы видите, из рассола высовываются, поэтому буду периодически переворачивать все. Солиться будет 24-48 часов в холодильнике. И вот сегодня я все из рассола вынул, переложив в большую чашку, залил прохладной водой, для того, чтобы часть соли из поверхностных слоев мяса вымылась. Вся эта методика прописана детально в справочнике технологок областного производства под редакцией Рогова. Так что все по науке, не переживайте. Вымачивание уже прошло, можно начинать варку. Но вчера я засаливал не все сырье, которое сегодня пойдет в дело. В кастрюлю также отправляется свиная шкурка. Долгое время хранил ее в морозилке. Варка должна проходить по хитрой методике. Никакого кипячения. Температура варки 93 градуса, плюс-минус 3 градуса по Цельсию. Но варить я буду все, кроме щековины. И варку надо будет завершать тогда, когда кости будут легко отделяться от мяса. Естественно, пену снимаем в процессе. Пока подготовлю щековину. Ее надо нарезать тонкими ломтиками, затем кусочками и пока убрать в холодильник. Температуру варки буду контролировать при помощи китайского термощупа с Алиэкспресса. Если не забуду, ссылку в описании оставлю. Конкретно вот этот мне удобен тем, что выдают информацию не только на экран, но и к телефону тоже подключается. К тому же к этому идет 4 термощупа. Разных, честно, они, понятно, не нужны. Но когда я, например, колбасу готовлю в духовке, то мне очень удобно. Сразу вижу температуру в верхней части, в нижней части и в парочке батонов. Если батоны разного диаметра в духовке готовятся, это важно. Все, сварилось, надо вынимать мясо из бульона. И отделять от костей. А бульона и так немного осталось, но его надо в любом случае процедить. Затем снять жир с бульона и упарить так, чтобы осталось всего 5-10% от массы всего вареного сырья. Так что удаляем кости, взвешиваем все. Не забудьте перед взвешиванием добавить нарезанную щековину, которая в холодильнике отдыхает. И от полученного числа уже отсчитываем 5-10%. Всю эту вкуснотечу нужно нарезать. Куски примерно, ну, чуть меньше, чем половинка мелкого куриного яйца. В некоторые виды зельца добавляют говяжий фарш, измельченный до состояния эмульсии. Представляете, вот и такое бывает. Кроме того, понадобится свежий чеснок. Его, естественно, мелко нарубить. И смесь пряностей. Конкретно в сегодняшнем рецепте можно использовать густовскую смесь номер 3. У меня она от магазина «Ем колбаски». Но можно и самостоятельно смешать, ничего страшного, все пропорции укажу в описании ролика. Кому как удобнее. Естественно, все тщательно перемешиваем. Добавляем в упаренный бульон. Перемешиваем. Дальше два варианта. Можно зельц в форме готовить, а можно набить оболочку. Кому как удобнее. Если используем оболочку, то заполнять ее надо неплотно. Но при этом не допускаем воздушных пузырей. Это важно. Конец надо, естественно, перевязать. Видите, никакой плотной набивки. Важно. С формой все проще. К тому же самому густу перед использованием ее стерилизуем паром, после чего выстилаем целлофаном. Заметьте, целлофаном, а не полиэтиленовой пленкой. У меня она опять же из магазина «Ем колбаски». Спасибо Павлу. Теперь просто выкладываем сюда сырье. В центр термощуп. И отправляем это в духовку на термообработку. Обязательно с паром, то есть на дно противень с кипятком. Обязательно режим конвекции. Температура 85 градусов, плюс-минус 5. Термообработка завершается, когда температура в центре батона достигает 72 градусов, не ниже. После чего нужно будет зельц как можно быстрее охладить. А тот, что у нас в оболочке, не в форме, а в оболочке, еще и подпрессовать. Для охлаждения я использую холодную воду, в которую добавляю еще и лед. Помните про прессование, верно? Все, теперь эту конструкцию нужно брать в холодильник на 8-10 часов. Встретимся на пробе. Вот это попробую. Ну, что касается запаха. Это запах зельца. То есть это нечто ссорение между запахом холодца и запахом, наверное, ветчины. То есть просто в холодце нет ветчинного запаха. А здесь за счет применения нитритной соли и вот этого просола предварительно он все-таки имеется в некоторой степени. Чеснока маловато. Ну, сделал как положено по ГОСТу. Что касается вкуса. Если вы любите здесь зельце, это ваш выбор. Классная штука. За счет большого количества шкурок, вот эта вот классная текстура шкурки, которая жуется так вот классно, присутствует. Здесь вот жилки все эти имеются. И вкус мяса. Кстати, и говядины, и свинины отдельно тоже можно в зельце увеличивать количество. Если добавить туда... Извините, вкусно очень. Если добавить в него фарш, как я говорил, как в некоторых видах зельце делается в виде эмульсии, будет еще более такой колбасный вкус присутствует. Короче, классно. И желе вот это вот замечательное. Оно очень плотное. Не такое, как фалацей. Оно прям плотное, потому что этот бурен был сконцентрирован. Короче, классная штука. Можно готовить, экспериментировать по-всякому, наслаждаться, добавлять всякого разного. Это будет здорово. Короче, смело рекомендую. Готовьте, наслаждайтесь. Огромное спасибо за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Вкусняно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok